Приветствую дорогие друзья на нашем канале, где мы с вами ежедневно обсуждаем новости политики, экономики, новости фонда рынка. И сегодня это небольшой обзор за вторник, за 9 ноября. Обсудим с вами ситуацию на рынке черного золота, чего здесь стоит опасаться, чего не стоит. Обсудим с вами заявление Федеральной резервной системы. Вчера выступали некоторые их представители и сделали такие не очень оптимистичные свои прогнозы. И конечно же поговорим о валютной паре рубль-доллар, куда же без него. Итак, дорогие друзья, устраивайтесь поудобнее, а мы начинаем. Итак, дорогие друзья, по традиции все наши видео обзоры мы с вами начинаем с ситуации на фондовых рынках. И ситуация для фондовых площадок сегодня складывается нейтрально. Сегодня мы с вами ожидаем довольно-таки спокойный день, потому что рынки замерли в ожидании основных данных из Соединенных Штатов Америки, которые мы будем уже получать с вами завтра в 16.30 по московскому времени будут оглашены данные по инфляции в США. Ну а на площадках сегодня действительно все нейтрально. Мы с вами смотрим на азиатско-тихоокеанские регионы. С вами наблюдаем, что хоть и формально некоторые индексы закрываются в красной зоне, но возле нулевых значений. Поэтому особо сильно переживать пока что и не стоит. Единственное, по сегодняшнему дню меня немного удивил Китай, потому что я ожидал после того, как вчера мы с вами услышали заявление от руководства Поднебесной о том, что будут одобрены, начнется выдача лицензии образовательным платформам. Все-таки это такая позитивная новость. Мы с вами помним, как на новостях, когда наоборот отбирались лицензии, китайский рынок падал. Когда все-таки правительство Китая пытается ослабить закрученные гайки, индексы все равно находятся под неким давлением. К тому же из Китая мы с вами получаем еще одну такую небольшую позитивную новость. Как-то с первых полос это ушло, но мы не забываем про застройщика китайского Эвенгрейд, где сообщается о том, что они нашли очередную порцию денежных средств для выплаты своих обязательств по своим облигациям. Но пока игроки это все проигнорировали, и формально мы все-таки ожидаем движения по американскому фондовому рынку. Если смотрим на европейские площадки, то здесь все стоит возле нулевых значений. И индекс московской биржи торгуется возле нуля, и индекс РТС там формально прибавляет 0,1%. И точно так же прибавляют и европейские площадки. Что британцы, что немцы. Американские пьючерсы тоже стоят возле нулевых значений. Но вчера такая же примерно картина была. Хотя с открытием основной торговой сессии Америки мы с вами увидели, что некоторые их индексы все-таки обновили свои максимумы. В частности тот же самый Dow Jones. Неплохо себя вчера чувствовал индекс Russell 2000. Все это происходило, конечно же, на тех новостях, которые мы с вами вчера обсуждали. Это одобрение инфраструктурного проекта от Байдена. Сейчас это палата представителя уже одобрила и отправляется на подпись к американскому президенту. Ну, конечно же, здесь уже будет все подписано. Но там еще есть вопросы, которые будут касаться социальных программ. Ну, на этом история у нас еще не заканчивается. Но стоит отметить и следующее. Да, вспоминаем наше вчерашнее видео, когда я говорил, что вечером начнут выступать представители американского Федрезерва. И вот именно в связи с этими выступлениями я и связываю то, что вчера все-таки американские индексы закрылись возле нулевых значений. И решили подождать среды, когда будут оглашены данные по индексу потребительских цен. Что основному, что базовому. Мы будем с вами обязательно разбирать всю эту структуру роста инфляции. И все, как один, повторяют, что инфляция их сейчас очень сильно беспокоит. И беспокоит она не только Америку, но она беспокоит и весь мир. И в том числе и нас с вами, Российскую Федерацию. Потому что от действия американского Федрезерва будет зависеть благополучие, точнее, валютной пары, той же самой рубль-доллар. Но что вчера сказали все представители Федрезерва, как один, они убеждены, что повышение ставок будет происходить не в 2023 году, как это еще заявлялось полгода тому назад, а что повышение ставок будет происходить уже в 2022 году. Все как один об этом заявляют. А некоторые из представителей заявляют о том, что будет аж сразу же два повышения ставки от американского регулятора. И в частности, конечно же, мы с вами смотрим на таких ястребов, как Кларида, который говорит о том, что необходимо смотреть за условиями в 2022 году. Тот же самый Харкер говорит о том, что необходимо следить за инфляцией и следить за темпами сворачивания программы количественного смягчения. И, возможно, придется ускорить темпы, потому что инфляция может выйти просто-напросто из-под контроля. И тот же самый Харкер нам заявляет, что может быть даже произойти такая ситуация экстренная, когда во время сворачивания программы количественного смягчения американский Федрезерв все-таки перейдет сразу же и к поднятию своей ставки. Конечно же, этот рынок очень и очень сильно беспокоит. Мы с вами прекрасно понимаем, что почти все американские компании очень сильно закредитованы. И поднятие ставки хотя бы на 25 базисных пунктов будет уже восприниматься рынком довольно-таки критично. Но больше всего меня вчера интересовало выступление, и это представитель Федрезерва из Сент-Луиса Булларда. Почему, поясню, меня именно он больше всего интересовал, потому что его пророчат как преемником Джерома Паула. Точнее, не преемником, а именно он, возможно, сменит Джерома Паула на посту председателя Федеральной резервной системы Соединенных Штатов Америки. Белый дом пока что отмалчивается, и он говорит о том, что своего кандидата и свое мнение они выскажут именно после Дня Благодарения. Но и здесь тогда как раз-таки будет и объясняться такая мягкая политика Джерома Паула. Мы с вами много раз об этом говорили, еще начиная с весны 2021 года, а может быть даже и с самого начала года, что Джером Паул просто-напросто хочет уйти непобежденным, и чтобы при нем никаких катаклизмов на фондовом рынке не происходило. Но он мягко готовит почву к тому, что рынки могут воспринять какие-то потрясения. И Буллард, кстати, вчера заявил о том, что, скорее всего, в 2022 году Американская Федеральная резервная система будет поднимать ставку не один, а аж два раза. Первый раз будет подниматься в конце июня-начале июля месяца, там вот на заседании летнем, и второй раз уже в конце 2022 года в декабре. Именно поэтому нам с вами сейчас будет очень интересно заседание, которое будет закрывать календарный 2022 год, который будет происходить 15 декабря. Это опорное заседание, здесь Федрезерв будет давать определенные свои прогнозы, определенное свое видение на следующие три месяца. А первые три месяца 2022 года будут очень напряженными, там как раз-таки переизбрание Джерома, ну, переизбрание главы Федрезервы. И напомню вам, да, что тот же самый Буллард является одним из главных ястребов представителей Федеральной резервной системы. Они вместе с Кларидой одни из первых стали говорить о том, что нужно уже сворачивать программу количественного смягчения. И напомню вам, это был март-апрель месяц 2021 года. Они уже тогда говорили, что Джером Паул слишком сильно затягивает сворачивание данной программы, и что экономика должна справляться уже без помощи американского регулятора. И тогда мы с вами как раз-таки укладывается в логику, да, поведение Джерома Паула. Он хочет уйти непобежденным, поэтому он подготавливает рынки. И приходит новый глава Федрезерва. Он является более жестким представителем, более жестким политиком, можно сказать так, чиновником, политиком, кто как это называет. И он начинает уже более такую программу, которая будет для рынков крайне негативной. А Джером Паул не хочет никаких потрясений. И сейчас на самом деле потрясения особо сильно и не нужны, да, потому что мы сейчас прекрасно понимаем, что тем же самым Соединенным Штатам Америки необходимо справиться с еще одной проблемой, это ростом цен на бензин. А в связи с ростом цен на бензин и ростом инфляции рейтинг того же самого Джо Байден, он и так уже находится ниже 40%, и это уже начинает беспокоить очень сильно демократов. Они сейчас делают все возможное и невозможное, чтобы каким-либо образом надавить на те же самые страны ОПЕК, в частности на тех же самых Саудитов, которые накануне подняли свои экспортные цены, чем толкнули цены на нефть еще раз вверх. И если мы с вами посмотрим сейчас на цены на нефть марки Брент, то вот они сейчас прямо на момент съемки видео преодолевают отметку 83 доллара 90 центов, а мы с вами уже вчера разбирали, что 83 доллара 90 центов и 84 доллара, это является таким первым сопротивлением, после которого технически и логически было бы пойти вновь на штурм отметки 86-87 долларов. Это такие многолетние, можно сказать, максимумы, и вот вновь, если штурма этих отметок будет не удаваться, то скорее всего мы с вами будем ожидать коррекционное движение. На днях мы с вами ожидаем заявления от американского президента, который должен выступить и сказать, какие контрмеры они готовы предпринять против того, чтобы цены на нефть сейчас сбавить. Мы во вчерашнем видео уже с вами этот момент обсуждали, кто не смотрел, посмотрите вчерашний видеообзор. Первое это, конечно же, раскупоривание своих стратегических резервов, которые набирались еще в будущность Дональда Трампа, и он тогда был этими сделками очень и очень доволен, но вот сейчас, видимо, пришло время их раскупорить. Ну а второй триггер, как мы уже с вами говорили, это иранская программа. Мы вчера этот момент тоже с вами обсудили, что Иран сейчас выступает с точки зрения сильной позиции, у него, можно сказать, ультимативные такие заявления. Он не просто требует возврата к сделке 2015 года, который как раз-таки и прервал Дональд Трамп, он делал это ради того, чтобы поднять свою нефтяную промышленность. Мы с вами об этом много раз еще в будущность, когда Дональд Трамп был на посту президента, говорили, что он поддерживает именно нефтяную промышленность Соединенных Штатов Америки. И мы с вами помним, да, что не без его участия в апреле 2020 года была закончена, так называемая, нефтяная и ценовая война. Страны ОПЕК плюс пришли к единому соглашению. Но вот у текущей, к сожалению, администрации другое немножко видение, и они нацелены на то, чтобы развивать альтернативную энергетику. Именно в связи с этим и связано, что добыча той же самой сланцевой нефти и добыча просто нефти в США сейчас не находится на том уровне, на котором бы она находилась в том же самом 2016 году. Почему такое происходит? Ну, потому что Джо Байден, да, с одним из первых указов запретил бурение на федеральных землях, и те же самые крупные инвестдома, банки, они не готовы инвестировать сейчас в нефтяную отрасль. Ну, так вот, возвращаясь к тому же самому Ирану, да, они действуют с позиции ультиматумов. Первое, они требуют беззаговорочно вернуться к сделке 2015 года, но второй пункт, на который они давят, то, чтобы Соединенные Штаты Америки дали гарантию того, что в одностороннем порядке они не выйдут из этой сделки, и Иран вновь не попадет под санкции. Здесь, конечно же, Тегерану очень легко понять. Мы с вами прекрасно понимаем, что в следующем 2022 году будут происходить выборы в Конгресс Соединенных Штатов, и там нас ждет очень сильная схватка, и республиканцы постараются взять реванш у демократов и полностью подчинить под себя Конгресс. И если им это удастся, то мы не имеем права исключать такой момент, что республиканцы просто-напросто могут вынести квоту недоверия текущей власти, то есть вынести импичмент тому же самому Джо Байдену и ударить фактически их оружием демократов по демократам. Мы помним, да, как фактически весь 2020 год проходил, 2019 проходил под лозунгом того, чтобы вынести импичмент Дональду Трампу, и тогда спасло лишь большинство республиканцев в Сенате. Но если республиканцы сумеют взять под себя обе палаты Конгресса, то, возможно, все-таки республиканцы попытаются отыграться, и политическая карьера того же самого Дональда Трампа может заиграть совершенно иными красками, и мы вновь можем увидеть его на посту президента, и Тегеран просто-напросто пытается здесь себя обезопасить, и чтобы, не дай бог, придут республиканцы, которые наоборот за нефтяную промышленность, чтобы вновь не были введены санкции против экспорта нефти. Если все-таки Иран сумеет договориться, то тогда, конечно же, цены на нефть могут находиться под очень и очень серьезным давлением. Мы с вами говорили, что минимум на рынок прибавится полтора миллиона баррелей нефти, а это фактически полностью уничтожает весь тот дефицит, который сейчас существует на рынке, который пытается вот этот дефицит соблюдать ОПЕК, и они именно поэтому не увеличивают свою добычу. Многие в комментариях под некоторыми последними видео в рамках такой обратной связи пишут, что, ну, саудиты неправильно делают, что нужно открыть краны, и что именно когда нефть спадет, тогда и спадет инфляция. Но мы с вами не забываем, да, что те же самые арабы, они не хотят этого по одной простой причине. Они весь 2020 год находились в минусах, и многие политики, да, социальная политика многих арабских государств пострадала, они были вынуждены отменять свои социальные программы, которые много лет фактически показывали, как хорошо жить в тех же самых Арабских Эмиратах, в Саудовской Аравии, когда фактически они находились, ну, граждане коренные находились на балансе этих стран. Вынуждены были это отменить, и сейчас они пытаются подороже продать вот эту нефть, пока она находится все-таки в цене. И если мы с вами разберем, да, временной интервал, то до 29 ноября остается-то совсем ничего, ну, 19 дней, и здесь как раз-таки можно предположить, что если США раскупорят свои запасы, это локально будет, ну, будет оказывать давление на цены на нефть, и не даст очень быстро преодолеть отметки 86 долларов за баррель. Ну, а к 29 ноября, возможно, да, Джо Байден все-таки и согласится пойти на уступки Тегераны, и все-таки заключат они эту ядерную сделку. Здесь помимо финансовой составляющей, конечно же, играет роль и политическая, потому что если Вашингтон пойдет на эту сделку, то они потеряют очки во внешней политике, то есть многие страны, да, такие как Тегеран, ну, Иран, там, Венесуэла и многие другие союзники США поймут, что Америка уже не та Америка, которой она была ранее. Но что помогает еще ценам на нефть сейчас идти вверх, и одновременно с этим толкает и те же самые цены на газ. А помогает то, что сегодня уже 9 ноября, а наш президент Владимир Путин во всеуслышание не так давно заявлял, что к 8 ноября «Газпром» заканчивает закачку газа в российские газовые хранилища, чтобы обеспечить нас с вами, простых россиян, газом, и приступает к экспорту газа в Европу. Ну, вот уже 9 сентября, а «Газпром» не фрактует никаких мощностей для увеличения подачи газа в Европу. Конечно же, это может сейчас в очередной раз взбудоражить спекулянтов, и они могут начать просто-напросто вновь загонять цены газа наверх, ну, а, соответственно, погонят и цены черного золота тоже. Но удивительно другое, как ведет себя пока что рубль. Рубль пока держится, но незабываемый про тот момент, что с сегодняшнего дня Центральный банк Российской Федерации начал закупку валюты в размерах 25,9 миллиардов рублей. Ежедневно он теперь с сегодняшнего дня будет закупать, и это, конечно же, очередной раз будет поддерживать нашу национальную валюту. Но, подводя итог нашего такого небольшого утреннего обзора, хочется сказать, что основные события будут происходить завтра, когда будет опубликован индекс потребительских цен в Соединенных Штатах Америки, и уже от этого будем отталкиваться с ребятами. Из закрытого чата завтра будет снят отдельный небольшой видеообзор, где мы подробно разберем инфляцию, какие, возможно, будут шаги. Ну, а для простых подписчиков будет простой видеообзор. Как обычно, в общих чертах мы, конечно же, с вами это обговорим. Говоря про вчерашний день, стоит отметить, что вчера мы в очередной раз неплохо поучаствовали в отчетах, и мы четко выбрали вчера бумаги, что на дневной отчет, да, что на вечерний. С ребятами вчера в прямом эфире мы проводили эфир в 7 вечера по московскому времени. Я сказал, как будут примерно себя вести бумаги тот же самый Virgin Galactic, тот же самый PayPal. Именно так оно и произошло. Вначале было резкое движение наверх, ну и буквально через минут 10 эти бумаги стали просто-напросто раздавать, потому что не самые хорошие отчеты предоставил и тот же самый Virgin Galactic, хотя по цифрам вроде все неплохо, но прогнозы такие довольно-таки размывочные. Ну и PayPal не порадовал нас своей выручкой. Поэтому, конечно же, бумаги резко были, ну, резко стали находиться под давлением. Ну, мы брали PayPal буквально минут за 10 до отчета, по-моему, по 229 с копейками. По 239 мы удачно спокойненько эти бумаги распродали. Я знаю, что многие ребята участвовали в отчете SpaceX, да, после прямого эфира. Они как раз-таки залонговали эту бумагу и с очень довольно-таки неплохим профитом смогли из нее выйти на уровнях там 27, по-моему, 26 выходили, обрали бумагу по 19,8, но здесь, конечно же, все зависит всегда от объемов. Но влезать ли Virgin Galactic вчера очень много вопросов было от ребят. Я еще раз повторю свое мнение по данной компании. Это если вы верите в стартап, да, что Branson сумеет раскрутить его, то вы верите. Если не верите, то лучше в такие спекулятивные бумаги даже и не залезать. Сегодня у нас тоже ждет два отчета, но это все как раз-таки опять касается обсуждений с ребятами из закрытого чата. Ну а кто подписан на Яндекс.Зен, то там была статья, и я указал те бумаги, которые лично меня будут интересовать. В открытый канал я теперь не выкладываю статью, но кто подписан именно на Яндекс.Зен, статья пока что доступна будет. Если вам это видео небольшое понравилось, обязательно поставьте лайк. Если видео не понравилось, ну ставьте дизлайк, пишите обязательно свои комментарии, мнения, пожелания, вопросы. Критику тоже обязательно пишите, потому что именно благодаря критике, вот вчера с ребятами в прямом эфире обсуждали. Да, я всегда готов адекватно реагировать на критику и готов меняться, но если эта критика всегда адекватна. Если это просто какие-то эмоции, то, ну я считаю, эмоции лучше оставлять всегда при себе. Дорогие друзья, не забываем подписываться на наш канал, не забываем нажимать на колокольчик, нажимать на кнопочку «Все». Тогда вам будут доступны все наши видеообзоры, и не забывайте спонсировать. Как я и обещал на прошлой неделе, с текущей недели мы с вами возвращаемся к рубрике «Спонсорство», и там будут не только прямые эфиры доступны, ну а в частности будут доступны и разборы компаний, которые, на мой взгляд, сейчас являются очень перспективными. И в частности сегодня вечером я выложу для спонсоров разбор компаний той же самой «Лукойл». Очень много пожеланий по этой компании, стоит брать, не стоит брать, что там вообще внутри у нее происходит. Поэтому обязательно нажимайте кнопку «Спонсировать», там чисто символическая сумма. Кто хочет, обязательно спонсируйте и смотрите новые там рубрики будут выходить. Поэтому эти разборы будут только для спонсоров данного YouTube канала. Не забываем подписываться на наши социальные сети, это TikTok, ВКонтакте, Инстаграм, Яндекс.Зен, конечно же, но и открытый наш Телеграм-канал. Ссылки на все наши ресурсы есть в описании и в закрепленном комментарии. Не забываем подписываться на мой личный Инстаграм, там есть и сторисы, как я провожу свое время. Иногда смешно, иногда наоборот печально. Ну и также там есть небольшие забавные видео, которые небольшое хобби о себе нашел, чтобы хоть как-то себя эмоционально иногда разряжать. Поэтому все ссылки есть в описании и в закрепленном комментарии. Рада буду видеть всех новых подписчиков на наших социальных сетях и на своих социальных сетях в том числе. На этом с вами прощаюсь. Увидимся с вами уже завтра, когда будем обсуждать, конечно же, индекс потребительских цен Соединенных Штатов Америки. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok